Вы смотрите новое Нижегородское телевидение. В прямом эфире интерактивный канал День за днём. Студия Оксана Ткаченко, Илья Приходько. Здравствуйте. Сегодня 27 июня в России отмечается День молодёжи. В эфире попробуем разобраться, легко ли быть молодым и что нужно делать, чтобы тело и душа были молоды. День за днём. Мы начинаем. День молодёжи. Праздновать какое-то очередное событие. Но кто она, молодёжь? До какого возраста можно считать себя молодым? Вот ты себя ощущаешь? Я скажу честно, что я себя перестал ощущать той самой молодёжью ровно в тот момент, когда я с трудовой книжкой пришёл на первое место работы. И вот тогда всё закончилось. Когда появилась семья, ипотека и какие-то обязанности перед государством. Пока не появилось, но какой-то суеты, бюрократии, меньше времени на то самое бесшабашное разгуляренное настроение стало меньше. А ты вот как? То есть, наверное, вот у каждого есть такое ощущение, что пока ты студент, пока ты учишься, вроде бы и стипендии есть, вроде бы и родители помогают. И ты можешь ощущать себя вот той самой счастливой молодёжью. Можешь встречать рассветы, провожать закаты. Мы сегодня попытаемся как раз разобраться в прямом эфире, что такое молодёжь, кто эти люди, чем она живёт, и что готово молодёжи предложить государству и в том числе нашей региональной власти. Сделаем мы это, как всегда, с помощью гостя. Человек, который совершенно скоро появится у нас в студии, имеет опыт работы учителем истории и общества знания, заместителем директора, а также директором школы. Не понаслышке знает работу с молодёжью. По мнению этого человека, золотые медали и результаты единого госэкзамена на самом деле не показывают результат образования. А ещё, как писали некоторые СМИ, в Пермском крае прославился прежде всего тем, а приехал он к нам из Пермского края, тем, что первым начал диалог с оппозицией и в открытую вышел для общения в запретный форум. Я думаю, что очень многие наши телезрители наверняка догадались, кто этот человек. К нашей основной теме вернёмся спустя некоторое время, а прямо сейчас у нас наступает время новостей, и я слышу тяжёлую поступь Андрея Новокрещенова. Андрей, привет. Здравствуйте, Оксана. Илья. Что с новостями? Итак, ко времени новостей я расскажу о самых интересных событиях к этому часу. Это «Время новостей». Итак, сегодня среда, 27 июня. Начнём с большого футбола. Сегодня в 9 часов вечера в Нижнем Новгороде. На стадионе «Нижний Новгород» четвёртый матч чемпионата мира по футболу. В рамках группового этапа на поле встречаются сборные Швейцарии и Коста-Рики. Входные группы стадиона откроются для болельщиков за три часа до начала матча в 18.00. О других новостях наши корреспонденты. Внимание у нижегородцев! Сегодня, в день матча Швейцария-Коста-Рика, Канавинский мост будет перекрыт для пешеходов с 5 часов вечера. Станция метро «Стрелка» будет работать для подвоза пассажиров с 18 до 23 часов. Уехать со станции сегодня можно будет до 2 часов ночи. И уже традиционно в день игры продлена работа пассажирского транспорта. Актуальные маршруты – это автобусы и трамваи – будут возить пассажиров также до 2 ночи. Подробную информацию можно посмотреть на сайте администрации города. Ни кнутом, ни пряником Клёпа сегодня не хотела гадать. Не помогли даже уговоры друга – утки Викентия. Но голод несетка в будущее. Оракул Клеопатра смотрит исключительно на пустой желудок. Тапиру приглянулись яблоки в миске с флагом Швейцарии. После чего Клёпа вошла во вкус и не побрезговала фруктами под флагом Коста-Рики. Все же можно сделать выводы, что в сегодняшнем вечернем матче, следуя предсказанию Тапира, с наибольшей вероятностью победит Швейцария. Кстати, Нижегородский Оракул входит в звериный топ-3 предсказателей из ходов матча чемпионата мира. На счету Клёпы четыре точные попадания из пяти в победах Ирана над Марокко, Швеции над Южной Кореей, Англии над Панамой и, конечно, нашей сборной над Египтом. Промахнулась Клеопатра только во встрече Хорватии с Аргентиной. Но здесь, по мнению главных толкователей ее предсказаний и сотрудников зоопарка, Оракул провернула тонкий политический момент. Есть у нас подозрение, что все-таки она болеет за команды из Латинской Америки. И болела она за Аргентину, как за земляков, за своих. А Хорватия, она не хотела никак предсказывать победу, но как сыграли, так сыграли. Сегодня поезд здоровья южного направления в Сергаче. В день за медицинской помощью в районах обращаются около 300 человек. Передвижной мобильный комплекс включает в себя флюорограф, кабинет стоматолога, аппарат УЗИ. Кроме того, в составе поезда здоровья более 10 специалистов узкого профиля. В их числе онколог, невролог, кардиолог, педиатр и терапевты. Завтра поезд здоровья переедет в Канегинский район и будет работать там до 30 июня включительно. Я прошла кардиолога, эндокринолога и сейчас вот еще сижу на запись к неврологу. Все замечательно, что такие врачи почаще бы к нам приезжали. За вчерашний день было принято около 300 пациентов. Было проведено этим пациентам около 400 консультаций. Услуга пользуется большой популярностью и в первую очередь она направлена на охват сельских населенных пунктов, которые мы совместно с администрацией районов централизованно привозим на территорию ЦРБ. 47 выпускников православных гимназий Нижегородской области получили аттестаты. Документы об окончании учебных заведений воспитанникам вручил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Аттестаты особого образца и медали за успехи в учении получили 9 гимназистов. А выпускница Сормовской православной гимназии Валерия Данилова награждена еще и золотым значком ГТО. Свои медали получили и директора православных гимназий, юбилейные в память столетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Слова благодарности в адрес педагогов и духовников прозвучали и от выпускников, и от их родителей. Больше какой-то грусти, сожаления, то, что придется расставаться с своим классом, с которым 11 лет плечом к ключу. Ну, радость того, что новая жизнь начинается. Ну, в основном грустно. Мы просто были единым целым. И учителя, и воспитатели. Ну, колоссальные. Мы не восприняли, что дети вот трудно как-то, уроки, задания. Все сообща со школой. Было так легко. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И напомню, определились первые участники одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу. На нашем стадионе, на стадионе Нижний Новгород, встретятся сборные Дании и Хорватии. Игра состоится 1 июля в 21.00. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Итоги дня подведем в 19.30. Мы ждем гостей в студии. Это волонтеры языкового патруля. Они помогают иностранцам ориентироваться в Нижнем Новгороде. Поговорим о том, чем больше всего интересуются зарубежные болельщики и какие вопросы оказались самыми неожиданными. Оксана, Илья. It's news time от Андрея Новокрещеного, я бы так сказал. Андрей, как ты думаешь, что нужно делать? Какой образ жизни вести, чтобы тело и душа были молоды? Сохранить чувство юмора и больше двигаться. Это самое главное. То есть какие-то крема не помогают, да? Ну ладно. Абсолютно. Химия в минус. Ждем твоего возвращения в нашу студию уже через час с последними событиями. Вот на самом деле Андрей подтверждает выражение, неважно сколько тебе по паспорту, главное, как ты себя чувствуешь. Молодежь сразу понятна хулиганская. Чувствую, помогает в любой ситуации, и тут он абсолютно прав. Мы возвращаемся к теме нашей программы. Сегодня поздравляем молодежь с праздником. Можно сказать, наверное, что это их профессиональный праздник, 27 июня. И вот ты знаешь, я поймала себя на мысли, что сегодня вечером на площади Минь, на фан-зоне будут Иванышки Интернешнл, которые по-прежнему молоды и остаются востребованными артистами. Они, наверное, будут выступать не только ради чемпионата мира по футболу, но и ради этого праздника. Ну или просто время для них остановилось. Сегодня мы пытаемся понять, кто такая молодежь, чем живет и что для нее делают. У нас есть возможность с вами общаться в прямом эфире на НТВ. Для этого есть телефон прямого эфира 434-34-77. Можете звонить и говорить о своей, быть может быть, молодости и о том, как современная молодежь вам нравится, не нравится. А может быть, кто-то скажет, да не занимаются молодежью вовсе, особенно, знаешь, в отдалении от Нижнего Новгорода, где-то там в глубинке, в области. Скажет, да забыли совсем, не едут они к нам на село. Молодежь должна заниматься сама собой. Также есть возможность у нас для более интернет-активной части нашей аудитории, возможность проголосовать в официальном сообществе ВКонтакте, день за днем ННТВ. Там для вас сформулирован вопрос следующим образом. В чем преимущество молодого возраста? Есть три варианта на выбор. Первый из них – есть силы и здоровье на все. Эге-гей, можно гулять всю ночь до утра, и тем не менее потом утром еще пойти на пары и быть активным. Есть силы и здоровье на все в рамках уголовного кодекса, хочется добавить. Второй вариант в нашем вопросе – есть время попробовать себя в разных ролях. Попробовать и то, и это, примерить на себя разные социальные роли, найти себя одним словом. Вот даже если мы ставим себе возрастную рамку 27 лет, да, это молодежь, то после вуза можно успеть себя и в одной профессии, и в другой получить еще одно образование и действительно достигнуть какого-то результата. Мне кажется, 27 лет – это тебе из военкомата подсказали. Вот после 27 лет обычный интерес к молодым людям. Должны были подсказать тебе. Это точно. Ну и последний вариант в нашем вопросе – нет никаких преимуществ, это самый тяжелый период в жизни. Может быть, вы вспоминаете свою молодость, может быть, вы сейчас считаете себя молодым человеком и понимаете, что денег нет, работать негде, жить негде. Никто тебя не берет на работу, потому что ты еще только молодой специалист, и нужно определяться в этой жизни. Заходите в нашу группу, выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Итоги в конце часа, конечно же, будем подводить. Ну а начнем, наверное, с того, что расскажем историю праздника Дня Молодежи, ведь кто-то скажет, наверное, все-таки выходные надо отмечать, а не сегодня. Вот давайте сейчас посмотрим, как менялось отношение к этому празднику в отечественной истории. Как таковой День Молодежи появился в Советском Союзе в далеком 1958 году, так что в 2018 ему ровно 60. Мало кто знает, но у Дня Советской Российской Молодежи был предшественник – Международный Юношеский День. Его отмечали после революции 1917 года, вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Отмечали в конце августа, начале сентября. Именно к этому празднику в 1935 году приурочил свой знаменитый рекорд шахтер Алексей Стаханов. Собственно, День Советской Молодежи был учрежден 7 февраля 1958 года. Поводом послужило удачное проведение годом ранее Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тогда в Москву приехало 34 тысячи участников из 131 страны мира. Отмечался День Советской Молодежи в последнее воскресенье июня. Основной его целью было отнюдь не погулять, развлечься. Праздник имел идеологический подтекст. В городах по всему Союзу проходили собрания, слеты и съезды активистов. Устраивались соревнования молодежных брикад на фабриках и заводах, спортивные фестивали и конкурсы. Ну а вечером после производственных состязаний их участники отправлялись в городские парки на танцы. После распада Советского Союза День Молодежи не исчез. 24 июня 1993 года первый президент России Борис Ельцин издал распоряжение о праздновании Дня Российской Молодежи. И отмечался он теперь именно 27 июня. Сегодня в День Молодежи комсомольские слеты и производственные состязания не устраивают, но соревнования в честь праздника остались. Хотя и осовременились. Теперь это конкурсы талантов и спортивных достижений. Квесты, научные форумы, благотворительные ярмарки, акции, мастер-классы. Ну и, конечно, танцы и эфироветки. Танцы и эфироветки, это, конечно же, хорошо. Но, наверное, надо не забывать о главном, о том, что молодость – это как раз то время, когда нужно себя формировать как человека, как зрелого члена общества. И, главное, не просто протанцевать это время красиво и весело, наверное. Не знаю, я с удовольствием просмотрела этот сюжет, Илья, и вот с удовольствием наблюдала, что молодежь из поколения в поколение, она и разная, и одинаковая. Все хотят и трудиться, и веселиться как-то одновременно, чтобы все это получалось. А, ну, лучше все-таки, я думаю, трудиться, чем веселиться. О, скучно с тобой. А, то есть все-таки веселиться, ты считаешь? Вот когда я буду занудой, а ты сегодня будешь таким весельчаком, давай договоримся. Самое время, наверное, пару слов замолвить о нашем сегодняшнем гости, потому что мы с тобой можем сколько угодно рассуждать на эту тему. Но мы прямо сейчас готовы представить нашего гостя подробнее. Сергей Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Окончил Пермский государственный университет по специальности «История». Просим пройти вас в нашу студию. Здравствуйте. Добрый день, Сергей Васильевич. Рад вас приветствовать в нашей студии. Присоединяйтесь, будем общаться вместе. А давайте сразу рамки поставим. Вот молодежь, она до скольки лет. Можно ставить рамки? Ну, если говорить с точки зрения нормативных документов, до 30. Но с точки зрения отношения к жизни, я думаю, что здесь рамок нет никаких. До бесконечности. Вот как себя ощущает человек, да? Конечно. А зачем вот это формальное нормативное определение до 30? А что случается на следующий день, когда человеку 30 исполняется? С точки зрения закона в таком случае? Ну, с точки зрения закона в принципе ничего, то есть никакие не меняются. С другой стороны, есть определенные льготы, определенная помощь со стороны государства тем, кто является молодыми семьями, кто планирует молодежный бизнес. То есть для них есть определенный, скажем так, льготный режим в движении вперед. До 30 лет запомнили. Хорошо. Мы приготовили для вас БЛИЦ. Это короткие вопросы, короткие ответы. Отвечаем предельно честно, если это возможно. Хорошо. Старты. Так, правда ли, что каждое предыдущее поколение лучше настоящего? Да, но при этом опыт предыдущий должен переходить дальше. Сразу узнаем историка. Да, но как бы все-таки трансфер знаний какой-то должен быть. Три характеристики молодости? Креативность, творчество и радость жизни. Хорошо. Молодым везде у нас дорога? Да. Прям вот да? Да. И трудоустроить легко, но это отдельная тема нашего разговора. Да, конечно, я думаю, что здесь нет проблем. Вы себя ощущаете молодым? Да. Спасибо. А в чем это выражается? Ну, мы поняли, что до 30 лет тут как бы отдельный разговор, да, про льготы. А так? Креативность, молодость и радость жизни. Вечер пятницы? Вот какие-нибудь? Ну, вечер пятницы с нашим трудовым графиком может начинаться значительно позже, чем вечер. Немножко завидуете вот тем школьникам, о которых прошли выпускные в эти дни. Вспоминаете, как было у вас? Да, вчера почти случайно я оказался на одном выпускном в одной из школ, и я почувствовал, с одной стороны, такой трогательный, с другой стороны, ответственный момент, когда ребята завершают обучение, но при этом у них открываются огромные перспективы. И это очень классное ощущение открытого будущего. Вы наблюдали за ними со стороны? Какие они? Они были смущенными, в то же время они очень ждали того момента, когда вот они получат свой аттестат, и что будет дальше. Мы всегда ждем какого-то этапа. Новый год, день рождения, и здесь тоже для них был такой этап. Они получили первый документ, и сразу начинают думать, а что они будут делать, какой следующий шаг, и что их ждет впереди. Ох, ребята, знали бы они, что их ждет впереди, хочется сказать. Да, я думаю, что это не так страшно, вы зря нагнетаете. На самом деле, я очень скептически смотрю на это время, потому что нет ничего очень часто у людей, да, ну просто в материальном плане абсолютно. Нужно все это заработать, нужно доказать миру, что ты, там, кто-то есть, но тебе нужно обратить внимание. Давайте остановимся на том, что у них есть возможность и желание что-то делать, желание и в меньшей степени заработать. В современном мире одно из ключевых – это возможность доказать что-то и самореализоваться. Именно это что-то стоит, именно к этому потом приходят и финансовые ресурсы, и все остальное. С другой стороны, если они не смогут себя показать, то вот тогда начинаются какие-то сложности. Где и как можно себя показать? Ну, на самом деле, разных молодежных организаций у нас в Нижегородской области очень много, да. Вот недавно созданный совет при губернаторе, есть молодежные палаты, парламенты. Все это звучит очень хорошо, очень красиво, но там из 700 тысяч молодых граждан Нижегородской области считаны единицы. Вот даже мы с Ильей остаемся где-то там за бортом, да, и чувствуем себя не сопричастливой к этому движению. Ну, в совет губернатора попасть было достаточно легко, нужно было предложить свой проект, там был открытый отбор. Как и вся кадровая политика, которая у нас идет, она строится на принципах открытости, ответственности и проектных, скажем так, технологий. Каждый может попробовать себя в этом. С другой стороны, каждый из тех ребят, которые пришли, они уже сейчас показывают, что они не единички. Каждый из них реализует свой проект, и мы уже в этом году видели фестиваль «Канва». Это более тысячи человек, которые в муниципалитетах прошли проектные школы, и более 600 человек, которые участвовали в заключительной части фестиваля, и более 50 представленных проектов, которым ребят помогли уже, если не реализоваться, то, по крайней мере, заявиться. Ты начала говорить о цифрах, предлагаю продолжить сейчас разговор, просто чтобы вы понимали, а сколько этой самой молодежи у нас в Нижегородской области. Все внимание на наш экран, сейчас подсчеты. Около 700 тысяч молодых граждан у нас проживает в регионе в возрасте от 14 до того самого рубежа в 30 лет, о чем мы говорили. Это 20% населения, собственно говоря, нашего региона. То есть каждый пятый? Каждый пятый это молодой? Это хорошие цифры, это хорошие показатели? Нам бы хотелось, чтобы это было больше. За счет чего можно этого добиться? Просто, не знаю, рожать больше, мы говорили тут как-то в студии. Или привлекать из других регионов к нам? Начнем с того, что нужно сохранить те, кто уже родился здесь и кто хочет реализовать себя здесь. Чтобы они хотя бы не уехали. Да, к сожалению, у нас есть такая проблемка, у нас есть отток молодежи, в том числе из Нижегородской области. Но мы сейчас стремимся, чтобы территория роста и территория развития оставалась здесь. Не находят они себя здесь, да, пока? Не все себя находят, но я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы это было лучше. А что не хватает? Может быть, уровень заработной платы ниже? Я думаю, что это возможность как раз воплотить свои идеи, свои мысли и построить здесь свою карьеру. Я предлагаю сделать билеты в Москву дороже из Нижнего Новгорода, и тогда у них просто не хватит денег уехать. Да, давайте дальше. Еще у нас несколько цифр. Согласно опросу, проведенному в федеральном масштабе, что же больше всего интересует молодежь? Значит, юмор. 49% хотят смеяться молодых людей. Вот как Андрей Новокрещенов говорил, все хотят смеха, улыбок, счастья. Да, спорт интересует 44% молодых людей, наука, соответственно, 39%, и 23% всего лишь интересуются политикой и какими-то общественными вещами. С политикой как-то вообще грустно получается. Ну, я не думаю, что молодежь не интересуется политикой. Другое дело, что она относится к ней с юмором. На выборы ходит молодежь? С первого, теперь 9%. Сергей Васильевич, молодежь на выборы ходит? Да, молодежь ходит на выборы. Мы видим, что это достаточно, ну, если не решающий, но один из определяющих факторов. Молодежная воля изъявления. Сейчас идет набор в команду правительства, новую команду правительства. Вот из тех людей, что подали заявки, сколько молодых? Или пока еще рано? Сейчас об этом рано говорить, потому что идет отбор. Мы посмотрим, сколько молодых будет в результате и сколько из них после третьего этапа, который будет, останется. Мы сейчас представили эти цифры, а ведь это не что иное, как результат исследований, который проводилось в глобальном масштабе. Давайте поговорим об этом подробнее. С нами на связи автор исследования о досуге молодежи, член Общественной палаты России Ольга Амельченкова. Ольга, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Ольга, вы выясняли, чем занимается молодежь. Все-таки чем же она занимается в свободное время? Да, вы знаете, я только что услышала данные исследования, это не наше исследование, мы проводили другое исследование. Это мы в противовес вам специально поставили, чтобы вы могли посмотреть, вот что у нас в Нижегородской области, а что в целом по России. Да, кстати. Нижегородская область, вы знаете, даже на неплохом месте стоит. Например, по показателю участия молодежи в мероприятиях, которые в сфере молодежной политики проводятся, выше среднего уровня показатель 53% опрошенной молодежи сказали, что один раз в три месяца они как минимум принимали участие в подобных мероприятиях. В Нижнем Новгороде по региону этот показатель 67,7%. Вообще это огромное исследование, которое мы проводили по всей стране, 35 тысяч человек опрошенных, 59 субъектов. И вот что интересно, что, например, в свободное время, как минимум 3-4 раза в месяц, молодые люди, конечно же, сидят в соцсетях, просматривают различные ролики, и на третьем месте по ответам было чтение книг. Что касается занятости за пределами дома в свободное время, тоже 3-4 раза в месяц, это прогулки, кинотеатры, посещение различных магазинов. А где же там посещение увеселительных заведений? Потому что вот моя коллега Оксана сегодня говорит... Клубы, танцы, веселье. А, вы знаете, клубы и дискотеки, там, если я не ошибаюсь, было порядка 8% ответов. То есть это не очень-то... Вариант аутсайдер практически, да? Да, да, не очень распространенный вариант. И, например, среди основных причин участия в подобных мероприятиях, молодые люди отмечают в первую очередь возможность проявить себя. Они хотят, чтобы их увидели, они хотят развиваться, они хотят к чему-то стремиться, они хотят получать образование, консультацию экспертов, и это их мотивирует. А вот что касается того, в каких чаще всего мероприятиях принимали участие опрошенные молодые ребята, это в первую очередь форумы. На втором месте стоит, и это объясняется, добровольчество, различные добровольческие акции. То есть молодые ребята хотят еще и помогать другим, конечно. Ну и на третьем месте были всевозможные конкурсы, которые, опять же, позволяют проявить себя. Ольга, у нас в студии гость, это министр образования Нижегородской области Сергей Злобин. Вы можете прямо сейчас в прямом эфире что-то пожелать человеку, который занимается молодежью по должности. Может, из Москвы есть какой-то совет для нас, нижегородцев? Вы знаете, мне кажется, что вот исходя из данных исследований, тут стоит обратить внимание про информирование молодежи о мероприятиях, потому что 30% опрошенных сказали, что они не принимают участие в подобных мероприятиях, потому что они о них не знают. А 30% — это, согласитесь, большой показатель. Поэтому, например, если учесть, чем молодежь занимается в свободное время внутри и за пределами своего дома, можно там же выставлять какие-то точки, где происходило бы информирование о подобных мероприятиях. Например, в торговых центрах, например, в магазинах, на улицах, в кинотеатрах. Ну, про соцсети, понятное дело, мы все работаем в этом интернет-пространстве. Поэтому, мне кажется, что тут стоит задуматься. На самом деле мероприятий — это огромное количество, а вот, к сожалению, не все они знают. А информации не хватает. Больше информации в массы. Спасибо, Ольга, за комментарии в нашем эфире. Автор исследования «Досуги молодежи», член общественной палаты Ольга Амельченко. Вот я заметила, Сергей Васильевич, ваша реакция на спикера. В принципе, вам понравились результаты исследований по Нижегородской области. И есть небольшая недоработка, то, о чем Ольга сказала. Сегодня день молодежи. Есть какие-то мероприятия в Нижнем Новгороде, которые проходят к этому дню? В Нижнем Новгороде мероприятий массовых, посвященных Дню молодежи, к сожалению, нет. Связано это с проведением чемпионата мира. Наши активности областного формата, они будут перенесены ближе к осени. И ключевое мероприятие — это большой областной молодежный фестиваль, который мы хотим провести 1 сентября. Расскажите громко об этом, чтобы вся молодежь узнала и слышала. Да, конечно. Как только отойдет тема июля, как только отойдет тема чемпионата, мы запускаем большую информационную программу по этому поводу. Я думаю, что НННТВ, наша молодая активная часть аудитории, все это сможет увидеть. Давайте сейчас поговорим о том, что молодежь, она в принципе немного разная, как мы сказали, но есть какие-то общие вещи, общие звенья, объединяющие молодежь разных времен. Помните, был такой культовый практически документальный фильм под названием «Легко ли быть молодым» 1984 года. Там рассказывалось о советской молодежи, прибалтийской преимущественно, как я понимаю. И один из героев произнес следующую фразу, когда его спросили, в чем главная ваша проблема, в чем главное ваше отличие. Давайте посмотрим сейчас фрагмент этой ленты. Не знаю, может быть, выросли при другой ситуации в мире, время другое было, послевоенные трудности, что ли. Не знаю, вы чего-то хотели, а нам теперь все одно. И мы стараемся просто весело время проводить. Но, может быть, тебя чего-то не хватает? Да нет, у меня как раз все есть. Может, в этом-то и дело. Мне к чему просто стремиться. У вас много чего там не было, вы на телевизор как на чудо смотрели. А нас, ну, чем удивишь? Вот проблема в том, что есть все. Не удивить. Сергей Васильевич, вы смотрели этот фильм? Да, конечно. В свое время он же был одним из, ну, как бы сейчас сказали, хайповых фильмов, который привлек в огромное внимание. Вот как проявить и продлить интерес у молодежи к состоянию молодости, может быть? Чем заинтересовать молодежи сейчас? Можно дать свободное пространство, где они могут себя реализовать. Подчеркну еще раз. Недаром одной из самых любимых форматов общения молодежи являются лофты. То есть помещения, где в свободном режиме можно прийти, собрать группу по интересам, предложить какой-то проект, здесь его акцептовать, получить какую-то поддержку и двигаться с этим дальше. В этом формате мы и предлагаем дальше работать. Свободное, легкое пространство, чтобы всем было комфортно? Комфортно, но в то же время оно не ради развлечений, а ради того, чтобы можно было донести свои мысли, высказать свое отношение и попробовать сделать что-то свое. Я думаю, что Центр творческих индустрий, о котором мы говорили в эфире, для этого подойдет как нельзя лучше. Я бы сказал, что это, конечно, хорошо, но у нас одна из задач, которая прописана в стратегии, это создание в таком формате областного молодежного центра. Не знаю, как он будет называться, там, Дворец молодежи, Дом молодежи, Дом молодежных инициатив. Может быть, Дом пионеров, может быть? Может быть, и Дом пионеров, давайте не забывать, что молодость, это в том числе в свое время был и комсомол. И говоря про 60 лет дня молодежи, мы можем помнить и про 100 лет комсомола, которые в этом году. А уже есть площадка под это здание? Есть несколько предложений, которые мы сейчас рассматриваем, как они должны выглядеть. В том числе мы это обсуждаем с Советом по делам молодежи. Давайте сейчас немного прервемся. В эфире ННТВ немного рекламы, после чего мы будем говорить о тех уличениях, которые появились относительно недавно в России, в Нижегородской области. Чем же занимается нижегородская молодежь и как их готова помогать государству. Но это будет после рекламы на ННТВ. Одежда ведущим предоставлена магазином Финфлайер. Если ты смелый, ловкий, умелый и молодой, самое главное, чем же заняться, поговорим сегодня в прямом эфире ННТВ вместе с нашим гостем. Напоминаем, телефон прямого эфира 434-3477. Есть опросы в группе ВКонтакте. Там мы спрашиваем, в чем преимущество молодого возраста. Голосуйте, пишите комментарии, все непременно озвучено. Из комментариев, которые уже оставлены, написал человек, мне скоро 52, а я на молодежь не рычу. Молодые-молодые. Нас тоже когда-то считали раздолбаями, потлатыми, а ничего, выросли, возмужали. И эти вырастут, никуда не денутся. Диалектика, эх. Согласен с тем, что молодость, насколько бесшабашная, ее потом можно исправить взрослением каким-то. Я не думаю, что молодость надо исправлять. Молодость – это состояние души, которое нужно сохранить как можно дольше. Но в рамках уголовного кодекса. И административного тоже. И административного тоже. Мы также призываем, и в том числе молодую часть нашей аудитории, присылать нам сюда видео, фотографии, необычные того, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. И об этом мы говорим каждый день в прямом эфире. У нас есть новая порция информации для вас. Как меняется город за последние сутки. Я думаю, что вот соцсети наполнены этими фотографиями, что происходило на территории микрорайона Мещерское озеро. Асфальт буквально уходил из-под ног. Давайте посмотрим. Это, кстати говоря, фотография, которая много где появлялась в средствах массовой информации. Скажем сразу, это фотошоп. Не было никаких там болельщиков на Мещере, которые в этом провале фотографировались. Это все подклеено, в общем-то. Но зато как удачно получилось, мастера. Красиво, но после того провала, где были хорватские болельщики, конечно, кажется, что такое тоже могло иметь место быть. На самом деле это выглядит несколько по-другому. Случился этот провал на Мещерском озере. На следующий день его заделали. Есть у нас и фотография, которая показывает, как это все происходило. Дальше фотография. Опять заделали, и начался провал. Вчера это произошло. Вот, собственно, как это было еще совсем недавно. Дорожники поработали, постарались. Замечательно. Но самое грустное, что... Что подумали? Что, может быть, это не умельцы, которые так нерадиво обходятся с нашим городом, а все протанцевали в молодости? Может быть. Но самое смешное, знаете, друзья, в том, что после того, как все отремонтировали, земля снова начала проваливаться. И сейчас можно увидеть вот такую замечательную картину на этом месте. Снова синие заборы в Нижнем Новгороде. Как мне кажется, что победить синий забор или яма остается, на самом деле, большим вопросом. И мы следим за развитием событий. Сергей Васильевич, это от того, что не доучили кого-то в свое время в молодом возрасте? Кто-то прогулял, на самом деле, какие-то пары? Или город еще живет своей жизнью? Я думаю, что надо вначале исследовать проблему, в том числе прежде, чем класть асфальт. Возвращаемся к теме нашего эфира. Молодежь, какая она? Чем ей жить? Что ей делать? Приглашаем в студию пятикратного победителя чемпионата мира по историческому средневековому бою под названием «Битва нации 2018». Сергей Курицын появляется в нашей студии с лязганием доспехов. Смотрите, какая... Человек вооружен. Сергей Васильевич сразу напряг. Все нормально, все хорошо. Все под контролем. Сергей, приветствуем вас с этой амуницией. Вот одно из увлечений молодежи – это историческая реконструкция, о которой мы говорим сегодня в том числе. Вот таких рыцарей мужчин не хватает. Я как-то поробил сразу. Я понял, что я сразу маленький какой-то, что не сильно большой размер мне, чтобы взять все это оружие, так или иначе. Сергей, как удается сочетать молодость, ну хочется же, наверное, где-то чего-то как-то еще, работу, вот это интересное увлечение, которое тоже очень затратное по времени и по силам. Просто не люблю спать, наверное. Мало сплю, много работаю, много тренируюсь, ну и гуляю периодически, соответственно. А много такой активной молодежи у нас в Нижнем Новгороде, которые вот вместе с вами? Да, хватает. В нашем клубе насчитывается порядка 20 человек. Вот только в нашем клубе конкретно, а еще есть много клубов других. Что самое главное, Сергей ведь не просто человек, который увлекается, он ведь еще инженер-конструктор ОКБМ и инженер-атомщик. Конечно, сложное сочетание, как мне кажется, и не всегда очевидное, как минимум. Как давно вы вообще этим увлекаетесь, и насколько это закрытая тема для вступления туда молодых людей? Ну, профессионально занимаюсь уже 6 лет. Выступал на пяти чемпионатах мира. Доступ к нам свободный. Главное, чтобы вам было 18 лет. Потому что все-таки занятия не очень безопасные. Если вам больше 30 лет, тоже можно? Нам скажешь, что 30 лет. Конечно, у нас есть. У нас очень много людей. На моей команде непосредственно очень много людей больше 30. Немного за 30 которым. Вот это дорогое удовольствие? Ну, смотря с чем сравнивать. Если там с экипировкой хоккеиста какого-нибудь, примерно наравне. Около 150 тысяч комплект доспехов стоит. Который постоянно ломается, нужно чинить. Ну, и расходники типа оружия. А еще поездки на вот эти международные турниры. Вас областное правительство, вообще власти как-то поддерживают? Не наблюдал такого. Сергей Васильевич, упущение. Тут люди в международных турнирах побеждают. Причем уже 5 раз подряд, насколько я понимаю. Да, Сережа? Нет, 9. Это я только 5 выступаю. А разрешите Сергею Васильевичу подержать в руках какой-то из этих... Это что вообще? Это турнирный меч. Простой турнирный меч для боев 1 на 1. У него смещенный баланс. То есть он довольно легкий. Вот, министр образования Нижегородской области. Кто к нам с мячом придет, тот, в общем-то, ЕГЭ издаст, я думаю. Примерно так выглядит. Опять же, возвращаемся к теме работы. Мы сказали, да, КБМ серьезное режимное предприятие. Но соревнования проходят в том числе и за пределами России. Не возникает каких-то сложных ситуаций, когда руководство говорит, нет, ты не поедешь, тебе запрещено. Ты нам нужен здесь. Ты слишком ценный кадр. Ну, руководство, естественно, знает, что я занимаюсь профессионально. Постоянно езжу на чемпионаты, поддерживают всячески. Плюс я занимаюсь не секретной тематикой, поэтому выезд за границей мне разрешен. А, то есть это доспех, на самом деле, для всех открытый. Я не про это говорю сейчас, да. Правда, это про все. Не боитесь, что кто-нибудь возьмет и сделает точно такой же? Да, пожалуйста, пусть сделает. Для того, чтобы пробиться на международный уровень, нужно было как-то показать себя в рамках России? Естественно, у нас проходят в течение года отборочные соревнования по регионам, потом по всей России, со всех регионов соезжаются люди, и выбираются три лучшие команды. То есть из года в год вы практически лучшие? Да, естественно. В Нижегородской области есть чем гордиться, да, Сергей Васильевич? И в этом аспекте тоже. Мы знаем также, что Сергей активный участник Совета молодежи, да, в ОКБМ которого существует. Мы как раз говорили о том, что есть на разном уровне подобные какие-то вещи. Как у вас там протекает вообще деятельность? Много ли людей участвует в этом совете? Много ли людей увлекается тем же самым, что вы делаете? Какая она, молодежь с оборонной промышленностью? Ну, тем, что я увлекаюсь, там, к сожалению, я единственный из ОКБМ такой, по поводу количества людей. 50 человек у нас, численность Совета молодежи. Я являюсь руководителем культмассового сектора. Постоянно проводим мероприятия, как и для работников нашей организации, так и для московского, ну, так мы находимся все-таки в московском районе, так и для людей из московского района. И территории облагораживаем, и какие-то культмассовые мероприятия делаем, и спортивные мероприятия. Ну, то есть порядка 60 в год где-то насчитывается. Вот самая большая трудность для вас сейчас в жизни, не связанная, может быть, с вашим хобби, а вот вообще. Недостатку времени. Времени не хватает. На час бы в сутки прибавить, да, было бы уже сам это. Десять часов в сутки. Сергей Васильевич, а вы как думаете, в чем главная проблема современной молодежи? Ну, я думаю, что время – это один из тех ресурсов, которые как раз не хватает. Время. Мы не просто так вас спросили, потому что мы вышли на улицы Нижнего Новгорода и спросили у прохожих, как они думают, в чем главная проблема современной молодежи. И вот какие результаты получили, давайте посмотрим. Проблемы на трудоустройстве, я думаю, больше всего. В свое время я столкнулась со сложностью, когда училась в институте, устраивалась на работу, везде нужен был опыт работы. То есть на каждом месте нужен был опыт. А где же его взять, если ты нигде не работал? Вот это для меня было, наверное, главной проблемой. То есть нужно какие-то делать уступки в этом плане, программы какие-то продумывать для того, чтобы с работодателями работать по этим вопросам, чтобы все-таки у молодежи была возможность устроиться на хорошую работу. С трудоустройством? Не знаю. Вроде нет. Я вот на педагогическом училась, у нас все учителя пошли. У меня нет проблем. Никаких. И смеясь убежал в закат куда-то. Но все-таки первые респонденты говорили о том, что трудоустроиться достаточно сложно. Как можно решить эту проблему? Трудоустроиться? Я бы не сказал, что достаточно сложно, потому что во всех наших вузах и в СПО есть программы, которые помогают уже с 3-4 курса или со 2-3, если мы говорим про СПО. Проходить и практики, и в том числе формат дуального образования, когда часть образовательного процесса идет уже на предприятие, и выпускник не просто осваивает какой-то объем знаний или навыков, но он входит в том числе уже и в корпоративную культуру. Потому что вот этот период адаптации, когда после, как вы сами отмечали, достаточно вольной студенческой жизни, приходится входить в регламентное отношение трудового режима, это одна из сложностей. Просто эти слова, говорит Сергей Васильевич, с мечом в руках, я все никак не могу одержать. Ты не можешь сказать, поперек, ничего. Попробуйте не устроиться. Нам на самом деле пишут в комментариях телезрители, сказали мы про битву нации, они хотят посмотреть, как это вообще происходит, как проходят эти турниры. И знаете, у нас есть рояль в кустах, предлагаем прямо сейчас посмотреть небольшую видеозарисовку, как раз видеосюжет на эту тему. Италия. Замок Санто-Севера. Войны идут друг на друга. Нет, это не средневековье и не битва при Гайсенсе в 11 веке. На ресталище, поле боя, командный финал 21 на 21 на чемпионате мира по историческому средневековому бою Битва наций 2018. Украинцы падают, смотрите. С нашим вместе с одним. Выигрывает команда, в которой хотя бы один остается стоять на ногах. В финале сборная России бьется против Украины. На задней линии алебардисты. Их задача со всей силы бить алебардами, тяжелыми топорами, по первым рядам противника. Впереди дерутся слаженные линии пехотинцев с мечами и топорами поменьше. Во время боя на участниках сражения все как у средневековых рыцарей. Шлемы из разных видов стали толщиной 3-3,5 мм. Под всеми латами настоящая стеганая кольчуга. Общий вес снаряжения достигает 40 кг. Оружие аналогичное. Все. Спокойная и уверенная победа. Сборная России в девятый раз подряд становится лучшей в королевской номинации. 21 на 21. 2-0 по итогу двух раундов. Одним из тех, кто наряду со всеми выбивал победу, инженер-конструктор Нижегородского КБМ Сергей Курицын. Он в этом виде спорта уже почти 10 лет. Этот вид спорта дает возможность прийти более-менее физически подготовленному человеку и там за 2-3 года достичь большого роста и попасть даже в принципе на чемпионат мира при должном участии и подготовке. Плюс такой вид спорта, в котором можно ударить человека железной палкой по голове, и тебе за это ничего не будет, а он еще тебе спасибо скажет. В сборной России по историческому средневековому бою 50 человек. Все они тренируются и очень надеются, что этот вид спорта получит официальное признание. Сергей, когда мы смотрели этот сюжет, я обратила внимание на ваши руки, такие натруженные руки. Вы вот всю эту амуницию, которую принесли, вы часть, конечно, принесли, мы прекрасно понимаем. Там еще два грузовика стоят. Вы ее создаете своими руками? Нет, что-то своими, что-то заказываю у кузнецов, потому что по России очень много профессиональных мастеров, которые этим занимаются. Действительно много, мне казалось, кузнецов у нас единицы. Нет, на самом деле, вы просто не знаете. На самом деле много, и это довольно неплохая подработка, потому что, как вы знаете, уже стоит это все недешево. Вы у нас шокировали уже этими цифрами. Не надо повторять. А вот среди тех самых мастеров в основном люди молодые или уже с опытом такие возрасти преобладают? В районе 30 лет где-то. А, вот тот самый рубежный. Опять 30. Насколько тяжелый вот этот шлем? Попробуйте поднять его. Мы не возьмемся. Шлем весит 7 килограмм. То есть 7 килограммов вот так вот на шее, в течение всей битвы. Да, да, да. Но есть и более легкие шлема. Просто этот шлем специально для массовых боев, поэтому он тяжелый и лежит на плечах, чтобы, так сказать, в голову не отдавались удары алебардами, мечами. Там вмятины уже видны. Ну, это он еще отрихтованный. А реально получить сотрясение какое-то мозга, да? Нереально. То есть надо постараться. А вот таким вот мечом, который рядом лежит, реально ли как-то пробить вот эту конструкцию вообще? Победить кого-нибудь. Ну, я видел, как пробивали шлема не раз. То есть просто делаются шлема из разных сталей. То есть и калятся периодически, и титановые даже делают, и из простой чернины. Вот. Некоторые лопаются. То есть при мне бы не раз видел, как пробивали шлема. Это меч-победитель? Это меч-победитель, да. Я с ним выиграл чемпионат мира последний. А вот сейчас, если устроить битву на мечах, кто победит, Сергей Васильевич или вы? Ну, давайте не будем проверять. Давайте не будем, потому что победит, наверное, Сергей Васильевич, я думаю, наверное, хотел так сказать. Ну что ж, у нас дружба, мир и стол. У нас, кстати, стол круглый практически, как рыцарь. Без углов. На самом деле, да. А можно простое ведро переделать под что-то такое? Потому что у меня дома стоит, я думаю, как-то ее применить. На твою голову как раз. А, ну как раз и подходит, поэтому и спрашиваю, собственно говоря. Нет, наверное, такой возможности. Вы можете попробовать прийти к нам на тренировку с этим ведром. Приходите со своим ведром к нам на тренировку, мы вам все покажем. Но хорошо, когда молодежь вообще увлекается активными какими-то видами. А вот ты увлекаешься совершенно другими играми. Да, у меня совершенно другое. У меня, как и у большинства молодежи, есть такой девайс, смартфон. Можно достать, написать кому угодно, что угодно, может быть, передать. Вышел из дома в айфоне, сел в автобус в айфоне, пришел на работу в айфоне. А все так делают. В чем, собственно говоря, проблема? Да, это наша рубрика «Предметный разговор». Просто я как бы разбавить, чтобы вот эту брутальность, которая у вас здесь скопилась, положу. Вы отдадите мне его потом, конечно же. Не навсегда. Насколько действительно вот сейчас, Сергей Васильевич, молодежь зависима от этих гаджетов? Как его увести-то? Ну, на самом деле, все в метро вот исключительно так. А уводить... Не нужно? Я не вижу. А от чего мы уводим? Это средство общения. Это возможность всегда быть рядом с теми, с кем ты хочешь общаться. Мы не читаем книжки, мы не видим друг друга, мы не встречаемся глазами. Книжки, как мы услышали, это третья позиция из интересов молодежи. То есть книжки читаются. С другой стороны, здесь тоже идет общение, и книжки иногда читаются. И на смартфонах, и в электронных книгах. Это просто другая форма общения и другая форма получения информации. На ЕГЭ поэтому нельзя с телефона. Потому что это получение информации. Не знаю, но ведь раньше не было и у молодых людей такого способа общения информации. Вроде бы было бы все нормально. Сейчас разные самые звучат запреты, вплоть до того, что даже в школу нельзя это проносить, например. На парах некоторые преподаватели запрещают. Нет, правда, есть такие случаи. Вы к этому как относитесь? Ну, я не думаю, что нужно запрещать. Если ребенок на уроке, на перемене или где-то там, находясь на дополнительных занятиях, больше внимания уделяет смартфону, чем педагогу, то здесь больше вопросов к педагогу, чем ребенку и смартфону. Не смогли увлечь. Конечно. Не смогли заинтересовать. У него нет же Touch ID и всего такого. Сергей, а вы как часто что-то там новое узнаете из смартфонов? Постоянно. Постоянно с телефоном, да. То есть один интерес не мешает другому. Совершенно не мешает, даже помогает. То есть на самом деле все бойцы-то приклеили в шлем себе смартфон и пошли. То есть у них там все идет, они там с кем-то дерутся. Я так понимаю, все на самом деле проходит примерно таким образом. Вот субкультуры абсолютно разные, да? Бывают. Да. А можно, кстати, назвать… Вот ролевики правильно будут, если мы так назовем? Нет. Реконструкторы, как правильно? Реконструкторы. Можно назвать это субкультурой какой-то определенной, молодежной? Ну, течение такое, да, можно. В принципе, да. Мы предлагаем вам сейчас поиграть и вдвоем, как-то консолидированно, попробовать угадать, какую субкультуру мы загадали вам. Готовы? Ну, давайте попробуем. Ну, давайте, первое, внимание все на наш экран. Первые представители. Смотрите, какие трогательные люди. То же, как у вас железо, только у них в губах, конечно. Смешность, длинная коса и челка, сильно подведенные глаза, пирсинг, черно-розовая одежда. Ну, скорее всего, готы. Эмма. Кота или эмма? У вас разные… Эмма более розовые, более такие-то, а если черно-розовая одежда. Черно-розовая одежда. Они стремятся к самовыражению, часто воспринимаются как ранимые, депрессивные, плаксивые подростки. Вот это эмма. Так я-то эмма просто, я одеваюсь по-другому. Давайте сейчас. Так вы знаете музыку? Нет, я не из этой сутки уже не знаю. Понятно. На самом деле, это эмма. Но зато легко угадали. Действительно, Сергей, вы прямо с первого захода Сергей Васильевич вас поддержал. Это культура эмма. Второй слайд и вторая культура. Кто же эти люди? Давайте немного подскажем. Это понятие впервые появилось в Америке в 40-х годах и первоначально обозначало представителя субкультуры и среды поклонников джаза. Если вы узнаете, просто можете вас прерывать и предлагать свои варианты. Пока нет. Пока нет. На дровосеков похоже. Ну это… Что-то есть. Хипстеры. Так, так, так. Ну, в общем, да, это креативный класс мужчин и интеллектуалов, которые презирают мейнстрим. Они же хипстеры. Давайте послушаем музыкальное сопровождение к ним. Какую музыку слушают они? Сергей Васильевич, теперь вы угадали, счет получается 1-1. Мы совместно работаем. Сергей Васильевич, никогда не хотелось быть хипстером. Министр хипстера, по-моему, хорошо получил я этого. Давайте перейдем к следующему слайду. Мне кажется, он довольно сложный. Я думаю, просто показ какой-то мод. Является одной из самых молодых субкультур нашего времени. Сформировалась она на основе клубной жизни светских вечеринок. Из музыкальных направлений предпочтение отдается папсе. Мажор. Как Сергей? Мажоры. Вот если девчонки, то они какие? Назовите три прилагательных слова «девчонки», что ты сейчас скажешь. Нет вариантов, да? Слово «мажоры» — знаете, на самом деле где-то тепло. В районе селебрити что-то... В принципе, одно и то же. Мажоры для мальчиков, а вот для девочек в данном случае... А для министров селебрити. А есть какое-то у нас музыкальное оформление к этой субкультуре? Давайте послушаем. Из любого фига сейчас можно услышать эту музыку. Это гламур. Это гламур, друзья, на самом деле. Относительно недавно появилось. Подражают взрослым, богатым людям, известным селебрити в том числе, покупая одежду, которая брендирована очень часто, да? Марки известные. Давайте дальше пойдем. Вот это тоже интересно. Это не кадры из какой-то восточной страны. Анимешники видели? Аниме. Сразу. Сразу угадали. То есть мы целый абзац приготовили, можно и не читать, да? Ну давай прочитаем. Это ближе к реконструкторам. Это действительно анимешники, особая субкультура, которая помешана на ярких узнаваемых героях мультиков, появилась в начале 20 века среди японской молодежи, ну и дальше понеслась по всему миру. А кто выиграет, интересно, серьезные реконструкторы или анимешники? Сколько нужно анимешников, чтобы свалить одного реконструктора на поле боя? Ну это так, да? Смотря по какому аниме будет. Костюм. И еще одна загадка. Она, нам это очень нравится. Мы это не видим очень часто. Видели, наверное. Я до сих пор вижу, давай так. Эта субкультура начала свое существование в последние годы перед распадом СССР. Они, как правило, любят слушать музыку в стиле тюремного шансона, коротко стригутся и носят дорогой спортивный костюм. Дорогой, да? Явно не интеллектуалы. Если не интеллектуалы, то кто? Субкультура не интеллектуалов, это интересно. Видимо, гопники. Ну, скорее всего, да. Да. Давайте послушаем. Молодцы. Молодцы. На самом деле, я не ожидала, что вы практически всех угадаете, но у вас это получилось легко. Действительно, вы команда. Если Сергей Васильевич захочет вдруг подключиться к вам, возьмете его? Конечно, возьмем. Мало того, что меч в руке, еще и шлем на голове, все очень даже угрожающе. Ну что, будем подводить итоги нашего интерактивного вопроса, который в группе ВКонтакте был размещен. Мы спрашивали вас, в чем преимущество молодого возраста. Именно так звучал наш вопрос. Что мы сейчас видим? Вариант аутсайдер. Нет преимуществ. Это самый тяжелый период жизни. За этот вариант проголосовал лишь каждый пятый, около 20%. Не лишь каждый пятый, а каждый пятый проголосовал за этот вариант, что, в общем, дает пищу для размышлений. Далее, второй по популярности вариант ответа. На втором месте есть время пробовать себя в разных ролях. 36,5% наших телезрителей выбрали именно эту позицию. И вариант лидер 45% есть силы и здоровье на все. Здоровье и силы. Вот галочка стоит за последний вариант проголосовал. Сергей Васильевич, вы бы за какой вариант проголосовали? Я бы за второй. Сергей, а вы? Да, тоже за второй. Есть время попробовать себя в разных ролях, все успеть, прочувствовать эту самую жизнь. И еще у нас есть один комментарий ВКонтакте, к сожалению, не очень радостный. Молодежь — это наш позор. Хотелось бы, чтобы молодые люди начали думать и мыслить правильными категориями, задумались бы о смысле своей жизни и что их ждет впереди. Вот пугают нас все время. Ну, это опять, говоря как историк, могу сказать, даже в Древней Греции и Риме при раскопках находили записки, что современная молодежь не чтит предков, не выполняет заветы, но при этом цивилизация только развивается, и каждое поколение приносит что-то новое. Что бы вы пожелали молодежи? Вот что она должна себе как-то сейчас поставить во главу угла, чтобы дальше было счастливо? Не бояться пробовать себя, не бояться доверять своим мыслям и действовать. Вот в своем каком-то молодом возрасте у вас какие-то кумиры были, на кого вы хотели походить? Я бы не говорил про кумиров, но интересы были, и было интересно попробовать себя в разных, скажем так, направлениях. Ой, а проблемы с законом были? Давайте раз уж мы об этом поговорим. А проблемы с законом, я бы не сказал, что это были проблемы с законом, но что-то было. Понятно. Сергей, а вот если кто-то сейчас увидел, как это все действительно восхитительно, то, что вы делаете, как можно попасть к вам? У нас есть свой сайт, группа ВКонтакте в том же самом социальных сетях, то есть найти нас там легко. Стучитесь и найдете. Да, через вас опять же. И вам откроют. Стучитесь и в группу ВКонтакте, и вот туда, в то шлем тоже можно стучаться. Ну, я думаю, что настает время, когда, во-первых, вас благодарим, что пришли к нам сегодня в студию, поучаствовали в нашем разговоре в прямом эфире. Это безоруживающее, как всегда, с улыбкой, Андрей. Спасибо. В эфире «Время новостей» на новом Нижегородском телевидении. Сегодня в 9 часов вечера у нас в городе большой футбол. На стадионе Нижний Новгород – четвертый матч чемпионата мира по футболу. В рамках группового еще этапа на поле встречаются сборные Швейцарии и Коста-Рики. Входные группы, или, как их называют сейчас модным словом, гейты, стадионы откроются для болельщиков за три часа до начала игры в 18.00. А в 7 вечера болельщики сборной Швейцарии решили пройти маршем по улицам Нижнего. Марш стартует с площади Ленина. Напомню, что Канавинский мост сегодня перекроют для пешеходов с пяти вечера. Станция метро «Стрелка» будет работать для подвоза пассажиров с 18 до 23 часов. И уже традиционно в день игры продлена работа пассажирского транспорта. Ряд маршрутов из станции метро «Стрелка» будут работать до двух ночи. Подробную информацию можно посмотреть на сайте администрации города. Прямо сейчас на площади Минина в фан-зоне уже началось выступление диджея Алиши. Сегодня в программе фестиваля болельщиков также трансляция матча «Мексика-Швеция» в 5 часов вечера. Затем на фан-зоне зажигают «Иванушки Интернешнл» и в 21.00 для всех, кто не на стадионе «Нижний Новгород» трансляция игры «Швейцария-Коста-Рика». А в эти минуты в городском департаменте транспорта рассказывают журналистам, почему возникли перебои в работе трамвайных маршрутов 2 и 21 и о планах о восстановлении движения. Одна из обсуждаемых причин – проблемы с электрооборудованием на подстанции, которая и питает линии трамвайных маршрутов. И на этом пока все. О развитии событий поговорим уже в 17.30. Это «Время новостей». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин